Ещё маленько и пойдём жарить шашлык и всё остальное. Дайте хлеб порежем. Давай. Кому надо хлеб? Соевым соусом решили вот так сдобрить все приправки. Ну, приправка-то обычная для шашлыка, да? Да. Может, тоже мазиками надо? Кончился. Ага. Нифига себе. Алла уже влезла один этот. Уже, говорит, готова. Быстро готовят овощи. А потом чесночком, да? Красота. Слушай, по-моему, все жёсткие. Чё? Начнём с лучка, да? Наверное, или вот отдохнуть, думаю, он получает такие... Держать книжку, значит, и будем тут выжить. Время... Два часа. Ну, лук-то чё, можно подвижить? Это... А что, мясо-то ссовно? Ну, оно нарежется. Потом маленько побалдеем, да? Я вот дома оставила контейнер, это вот, да. Я вот думаю, как бы мне это... Ветер будет, лодка не улетел. Я её, наверное, положу потом. Постекануть дома надо будет. На бок. Забрай. Да, не начало. Угу. Чё, лучок достай? Лучковат. А грибы тоже, да? Грибы, да. Замаринуем всё к вечеру. Возьми, пожалуйста. А чё, баклажаны, нет? Да никуда он просто помыть, что. А лука-то сколько надо? Он там, это, порвался пакетик. Ну, ещё. Штук шесть. Баклажаны вот тоже будем делать. Грибы, баклажаны. Лук маринованный. Морковка корейская. Да, Арчик? Домой хочешь, что ли? Иди, заходи. Заходи. Жопка. Жопка. Всё ходит, ищет, что уже упало там. Вдруг у мамы что-то упало. Мало, да? Слушай, посмотрим, по-русски. Угу. Давай ты чисти, я тогда буду это. Ну, давай. Резать. Давай, давай. Как же удобно, да, когда вот так вот вода бежит в доме. Как в доме. Даже язык не поворачивается. Назвать наш садный домом, нашу дачу. Дом. Всё есть. Маленько утеплите, и всё. И жить можно круглогодично. Да. Согласна с тобой. Здесь у нас ещё и прописка, так вообще полный фарш. Фаршечка. Лук ты не будешь. Маринованный лучок с уксусом, да? Что там? Уксус, сахар. Мы частенько так, когда готовим шашлык, делаем. Что-то давно мы нынче не делали шашлычок. Лук залили водой. Решили же эту пельмешку творить. Пока мы ещё это раскачаемся всё. Всё до вечера. До вечера, да. Время ещё 2 часа доходит. Мы просто замачиваем, то есть всё равно. А время 1 часа? 2. Надо будет всё равно перекусить. Сейчас как раз поставим пельмешек. Перекусим. Нормально будет. А что он у вас телевизор не показывает? Ты читаешь книги. О-о-о. Аплодисменты, да? Кричок. Ребята книги считают в школьную программу, походу. Дима, что читаешь? Как там? Ну покажи. Королевство кривых зеркал. Ты её ещё читал в классе во втором, наверное? Нет. А Настюха что читает? Я её не читала, я не знаю. Настюхе серьёзно, а? Салтыков Щедрин. Чё? Примудрый пискарь. Сказки. Ничего себе. Ну ты молодец. У меня в детстве была любимая сказка у Салтыкова Щедрина про генерала. Как генерала? Нет, двух генералов. Как он? Как? А я помню. Забыл, называется. А я вот такой вот рассказ помню. Честное слово называется. Ну просто вообще. Ау. Мам, слушай, идут. Это есть. Слышите, а я говорил, нет? Ты не лук, ты дочистишь, нет. А сейчас. Я говорил, не говорил. Дима, помнишь? Дима нам, короче, говорит. А что, говорит, такое это? Короче, что-то мы за столом разговариваем. Что-то там это. Что-то там, короче, гей там, гей, там, короче, матюк там, это, ну, короче, нельзя использовать. Плохо там, выражение плохое там, да чё. Он говорит, а чё, говорит, я книжку читал, это, говорит, конёк-горбунёк. Говорил я уже, что-то, да? А там, говорит, написано, это, гей Иванушка. Так это, говорим, не гей Иванушка. А это, ну, гей-гей, там, вставай, гей Иванушка. Это же другое понятие. Вот, Димка, дал нас, рассмешил. О, пока, это, ты уже всё почистил, да? Ну, конечно. Ну, вот. Что ждать-то? Милости от твоего рода. Всё, ну, вот, короче. Готовим. Готовим к вечеру. Вечером будет небольшой столик у нас. Соседние придут, гости. Так что, маленько посидим. Отдохнём. Поболтаем. За накрытым, красивым столом, как мы умеем. С брибочками, с баклажанчиками. Красота. Рыбу хотел наловить. Закоптить. Ну, блин. Что-то как-то это. Не знаю. Была бы тяга на камень, на речке. Так, наверное, бы всё-таки клевало нормально. Но не было. Ну, ладно. В следующий раз повезёт. Уксус. Сколько ложек на такое количество? Честно скажу, не знаю. Я всегда всё делаю на глаз. Тут сахар, да? Сахар и что? И уксус? Сахар, соль, уксус. Я сейчас всё перемешаю. Через полчасика попробую. Если мне чего-то не хватит, я добавлю. Ну, вот так вот делаю. Грибочки вот такие взяли. Шемпиончики. Пятёрочки. Сколько они? По 260 рублей за килограмм. Сейчас их тоже. Что там, наверное, со специями, да? Или что они? Как они там? Ну, в майонезе точно знаю. Или просто в майонезе? Нет. Со специями. Что, куда их? Давай копейку. Никуда никуда не водить. Вот, выйду. Ой, я вообще отверг. Что сейчас мясо-то делать будем? А пластик есть дома, да? Купили пластик весь, причём сюда купили-то, я думаю. И весь дома остался. А потом потихоньку сюда сводили его. Мисок нету. Сейчас что-нибудь замочим. Грибы получаются вообще отменные. Все классные. Я вообще люблю очень грибочки. И майонезом, майонезом всё это заливаем. Вот так вот прямо. Жестко. Как мы лизаем. Майонез. Майонез. Это что, вкусная соль? Это приправа. Итальянские травы. А, ну, короче. И приправа. И просто вот так мы делаем. Потом это на шампур. И всё. Нет. Нет? В решётку пойдёт. А, ну, уже в решётку. А, да. А, уже в решётку. Кстати, в решётке, наверное, даже лучше. Шампур их раскалывает. Ну, просто эти. Разламывает. А, ну, если здоровенные такие прямо. Бывают здоровые прямо шампур. Так, всё. А посредь мясо там что? Оттаяло, не оттаяло у нас? Ну, такое ещё. Нет, ещё даже вон снег лежит. Так. Ну, оно ещё, если даже оттаяло, то не всё. Потому что там даже ещё лёд, снег лежит такой. Да, снег лежит. Вон, ещё призовое. Может быть, и режется. Такое, наверное, же легче резать, да, наверное? Ну, да. Что, принести, что ли? Вот в этой можно, наверное, в пятницу замариновать. Давай, я принесу, да? Да. Вот тут нас 4 килограммчика. А, открой, пожалуйста, мне дверь. 4 килограмма. Вчера, нет, не вчера, а когда мы там ехали. Ну, или вчера, или вчера вроде. Нет, позавчера. В пятёрочке. Зашли, думали мясо взять. Вообще ничего нет. Вот последние три куска забрали. Вот, оттяжу вам. И всё. Остальное, нет, ну, там было, но там, в три дороги. А вот, как бы, как обычно берём, там, подешевле, да, и не было скидок, акции. Всё, эту так поставить можно? Давай, что есть, мясо бросай, я его хочу. Помою всё. А где большую ножи? Вот лежит. Вот, подошёл. Вот так. Ну, зайка. Настя, а ты пельмени-то будешь? Варёные, да? Ну, оно ещё таким куском мороженым. И в меня всё летит. Ночью, наверное, точно гроза будет. Вообще, завтра, написано. Ну, держи, попробуй. Как пойдёт? Такое, даже легче, да, резать-то? Подмороженное. Кубики сформированные. Пельмешки сейчас закинул. Пельменная душа. И какие-то вот Тезер элитные. Отморная говядина. Алла говорит, не хочет вот такие. Хочет вот элитные. Ну, так всё, всё равно, они вон отличаются, видишь, какие? Эти, лично выловлю. Десять штук. Мне пять хватит, я с бульоном. Если это пельменная душа, бульон портит, я точно. Давай по очереди. Давай. Может, нам и так хватит. Поделим на четыре. Не ещё это. И Дима не брала, что ли? Я бы у нас и не брала, я... Ух! А тут сколько? Грамм 700, наверное, 800. 700 грамм. И вот эти, наверное, тоже надо будет. Мы на четверых-то, что там? По 100 грамм, как в столовой. Ну, по 200. По 200. Мне надо пять пельменей, я буду с бульоном. Я вот много не хочу. Посмотрим. Ну, пусть пока я пока не буду, сейчас они сварятся, я их сейчас докину. Что-то я дома в кепке всё. Что, Наська, интересно? Я уже дымала. О, что, нормальное мясо? Ну, да не знаю. Такие кусочки вроде не чешные. Ну-ка, помоечник, иди давай отсюда. Постоянно, блин, не голодный вообще. Больше, чем я ест, блин. Ну, в смысле, это. Так сказать, по цене. Лук надо чистить. Какой лук? Уже чистили. Мясо. А, две луковицы. Для маринада. Оливочки у нас ещё тоже берём частенько. Оливки раньше не любил, сейчас. Как бы это. Раз, распробовал. Вкусно. Слушай, а баклажаны тоже как-то будут мариноваться или нет? Надо этот пиво в холодильник поставить. Мягкий солод. Нормально, хорошее. В пятёрочке. Так, сейчас лучок, да? Соевым соусом решили вот так сдобрить все приправки. Ну, приправка-то обычная для шашлыка, да? Да. Может, тоже мазиками, да? Кончился. Ага. Так-то мы делаем вот так сюда. Просто на обычный шашлык. Мы вообще-то делаем без салона. Перец, лук. Что там, соль, наверное, да? Да. Всё. Вообще, вот, не знаю, на Кавказе, наверное, вот так делают. Лук и мясо, и перец. Всё. Никаких больше не добавляют. Обалденно получается, серьёзно. Вообще, ничего больше не надо. О, сколько мяса. Целая у нас будет опять чашка. Ну, у нас тут сегодня небольшая компания, так что. Всё. Посидим. Прибираемся, кушаем, отдыхаем. Пока всё, да? Вот у нас грибочки. А баклажаны потом, да? Баклажаны потом помыть. Их не надо ничего. У нас, получается, заготовили мы вот грибочки. Заготовили мы лук у нас маринуется. Ну, и, конечно же, наше мясо. О, вкуснятина вообще пахнет. Запах только стоит. Обалденно. Всё. Ну, сейчас пока варим пельмешки. Перекусим. Отдыхнём пока. Поваляемся ещё. Вечер ещё у нас пока что не близко. Надо отдыхать. Не всё это. Да, Эль? Хорошо. А то вся неделя работаешь на заводе. Потом надо маленечко сил-то набраться. Всё, кушаем. Всё. Я без бульона буду. Я, наверное, эти тоже закину. Надо ты себе в таганку или в таганку закинь, если не наешу. Так, Настя, тебе сколько пельмешек положить? Нет, так я закину, пускай варятся. Немного. Немного? Да. У нас Настя не любит варёные. Она больше любит жареные. Мы раньше, да, ходили? Частенько, да? До, знаете, до чего? До коронавируса, наверное. В магазин приходим, там, кино посмотреть. Маленькие пельмешки-то. Какой серьёзный, только вчера познакомились. Просто телефон здесь вообще ненадёжный. Маленькие. Да, Диме оставь. Маленькие пельмешки-то ели. Помните? Где-нибудь там, ну, в пиццериях там этих. Не в пиццериях, ну, поняли. На фудкорте так называется. Как оно даже называлось? Пельмешки до ворешки или как-то, да? Ну, наверное. Там у них маленькие пельмешки были жареные. Мы вот постоянно ребята брали. Это что? Это вас, да? А, делай. Ну, Настя, уже обедает. Пожалуйста. Знаешь-ка что? Подними-ка. Попей. Своё седло. Что тебе надо? Настя, что надо делать? Юр, тебе поди, хватит пельменей. Ты мне надо варенье больше. Я ложку. Смотри, сколько. Ложку? Так пусть уж они будут готовы. Всё, там порция одна. Так бульончик испортится. И тебе тоже ложку? Ну, мне вилку получается. Я, может, захочу себе бульончик отдалить. Мамуля, я тебе ложку положил. Много? Что, не съешь? Не, ладно, пусть будет. На. Так на. А это что, мне? Это тебе. Я тебе ещё бульона могу залить. Что, не хватит? Ну, давай с бульоном. Вторая вырубаю. Настюху положь морозилку? Самый верхний ящик. Кетчуп должен хочется попить ещё бульончик. Кетчуп? Я не знаю. Там, там. Там, здесь. Здесь, там, там, здесь. Уксус можно, да? Уксус можно, да? Настенька, достань уксус. Это моя, да? Это твоя. Чаша возьмёшь, ладно? Конечно. Лыжню. О, Димон. В бульон кетчуп. А что? Ну, да не, делай как хочешь. Хлеба надо? Там на столе есть? Если не хватит, ещё лаваш есть. Гляну. Так, ну что, всё вроде там, да? А там чё в кастрюлю? Вермишель? Не, не, ага. У тебя так-то вообще не очень. Слышь, ты, пугалчакый! Так, а мне надо... А, ну ладно. Пусть будет ложка. Ну всё, кушаем. Всем приятного аппетита. По пельмешкам пока. Без спешки. Ещё маленько и пойдём жарить шашлык и всё остальное. Дайте хлеб порежем. Давай. Кому надо хлеб? Да, мне-то, что-то не больше. Ну, мы тоже не большой. О! Даже взремнул. Минут сорок, наверное, поспал. Рано сегодня встали-то на рыбалку. Ходили с утра. А ужин в баклажанчике готовишь. А где-то чеснок не было. Вот. Короче, время подошло. Помариновалось у нас. Сейчас мы пикаличку уже. Простите. Сейчас выдвигаемся. Уже начнём готовить шашлычок. Ох, так. Сегодня в 5 утра утром за встали. Сейчас дреманул. Еще бы, наверное, спалки. Нет, ничего не надо. Ладно, пойдёмте, короче, ставить мангал. И будем разводить уже наш костёр. Наш мангал разжигать. Поливаю так. В целях безопасности уже показывал. Потому что сейчас готовить будем. Там этот виноград лежит. Там уже сухой много есть. Короче, лучше теперь здесь. Путь будет так. У нас еще даже, оказывается, уголь есть. Это вообще хорошо. Это очень хорошо. Продолжение следует... что мамуля идешь тут капает я полил белье насти сложи на место поднимите палку полежку уронил распределю сюда мне спасибо я поливал крышу в целях пожарной безопасности чтоб она не нагревалась ты шашлычок то будешь или спать пойдешь а то зеваешь так хорошо слушай принеси баллончик этот желтый зажигать он вон 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 там в двери в бане что мамуля порядок наладишь оборваю виноград что-то спасибо артиф хочешь по процедуры да это просто ветер подул закапывала слушай бери просто так и что у нас баклажаны они на огнях да на огнях на огне ну там углей то немного надо наверное все равно это разжигать нормально потом еще подкину куда у меня мамулька то сбежала от меня а мамулька куда сбежала можно помидорки да вон какие помидоры я показывал вон ту дальнюю нет а вот сколько помидор и какой размер у помидорки на смотри о какие красавцы вот это помидоры слушай это вот эти строки интересные растут слушай это чё салатные же тут и салатные на засолку вот это чё за форма такая каплей такой ну я спуталась тут сортов то штук 10 я уже запуталась и какие но мы дома то помните анастасия здесь есть там какая-то сладкая анастасия да вот это где она сейчас не знаю на следующем году буду подписывать ну а так вот интересно хоть а то дома а то дома подписывали и все вот это помидоры помидоры убийцы был такой фильм некоторые такой такой интересной формы но они мне все еще есть эти семена следующий год посадим и это подпишем тут перчики вон перчики ну они большие но вон перчики ну могу уже все перцы в перцах там нет все все отлично я представляю вот эта кисть вся будет в помидорах не вижу какая кисть какое цветение ну ничего себе если реально вся кисть такая будет помидор она будет вообще что надо включить палец на моих то перцах то уже перчики которые из магазина аааа это магазинские перцы а где там перчики уже висят перчики да уже где-то весы эти газеты это из магазинского просто семечка и вон уже сейчас посмотрите перчики причем вот такого большого красного а вот эта помидора выросла из палочки из палочки из стебеля в жизни не видела помидоров такого стебля это что толще пальцев А там-то внизу вообще просто дерево Она выросла из перемороженной палочки Я помню, что заморозили И тоже помидоры на этих интересных Ну что, и дает плоды, да? Да, да А то думали, может это, вдруг уйдет в ствол просто Ну, отлично Что, включить по лифту? Авто Ну, давай завтра Да, Настюшка Арчушка Или включи, пусть пополивает Да? Потом серединку захорону, Анастасия польет Давайте включу Жалко, что не на всю теплицу сразу Полив давления не хватает Пойдемте проверим Вроде включил Вода-то есть на дачах Сейчас разгонится Система наберется Запухтело Все запухтело А, ну вот, вижу Вот она Пошла Родимая Все хорошо Все поливается О, мамулька уже баклажаны поставил Я же мамуля-пуля Мамуля-пуля Пока я там Ягодку зашел съесть Мне все собрали Я нашел после вас Пускай потом Это все сгорает Углей, потому что немного Сегодня будем Накрывать В беседке Давненько не сидели В беседке Сегодня будем здесь Так сказать Гостей принимать Все подместить Вот маленький Все Сейчас Я думал, откуда это? Это с винограда Это вот Видите? Вот оно Сыпется Виноград Спеет Что-то это Ветерок Погода такая Она сегодня Почти целый день такая Красота Порядок Лодку не складываю пока Вдруг завтра поеду Еще на рыбалку Посмотрим Нифига себе Алла уже унесла Один этот Уже говорит Готово Быстро готовят овощи А потом Чесночком Красота А грибы готовятся Уже на углях Каждый раз Готовим Каждый раз Как первый раз Для меня По крайней мере